Здравствуйте! С вами Карабашова Фатима. Сегодня в рубрике «Полезно знать» обсудим особенности выезда ребенка за границу. С наступлением лета я все чаще получаю вопросы касательно выезда ребенка за границу. Согласно нормам Семейного кодекса РФ, права и обязанности родителей равны. То есть каждый родитель имеет право пересекать границы страны с несовершеннолетним ребенком, проходить таможенный контроль. И согласие второго родителя не требуется. Что же делать, если ребенок путешествует без родителей? Согласно статье 20 Федерального закона о порядке выезда из РФ и въезда в РФ, если ребенок выезжает за границу без сопровождения родителя, то требуется согласие только одного родителя, а не двоих. Подобное согласие удостоверяется нотариусом. Несмотря на то, что ребенок имеет свой загранпаспорт или вписан в паспорт родителей, желательно иметь свидетельство о рождении ребенка с собой. При прохождении таможенного контроля сложилась такая практика, что требуется согласие второго родителя. Данная практика возникла из опасения возможного невозврата ребенка и носит только рекомендательный характер. Если вы опасаетесь, что могут вывезти ребенка без вашего согласия, то Федеральный закон о въезде-выезде гласит, что если один из родителей не согласен на выезд ребенка, то может обратиться с заявлением о несогласии. Заявление подается в письменном виде, в миграционную службу по месту жительства, в органы пограничного контроля, либо же в дипломатическое представительство страны. В заявлении необходимо указывать сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, место жительства и гражданство заявителя, а также сведения о несовершеннолетнем гражданине. Заявление подается лично. Заявление о запрете на выезд несовершеннолетнего может подаваться в любой момент без объяснения причин. У заявителя отсутствует обязанность уведомлять другого родителя. Если вы собрались в отпуск и пакуете чемоданы, но не знаете о намерениях второго родителя, для того, чтобы на таможенном контроле не обнаружить неприятный сюрприз, необходимо совершить несколько простых действий. Первое. Заранее обратиться в миграционную службу или орган пограничного контроля с заявлением о наличии запрета на выезд ребенка. Если подобного заявления нет, спокойно летите. В противном случае необходимо обратиться в суд с заявлением о снятии запрета на выезд. При рассмотрении дела суд учитывает необходимость поездки, полезность, наличие купленных билетов и путевки, цель поездки, продолжительность и намерение возвратиться в страну. А самое главное – желание ребенка на данную поездку. При совокупности факторов суд принимает решение о выезде ребенка. С вами была Карабашова Фатима и рубрика «Полезно знать». Удачного вам отдыха! Редактор субтитров А.Семкин